То, что хотели сделать сначала только в Москве, решили ввести сразу по всей России. Фасады исторических зданий должны быть очищены от навесных современных устройств. Правительство одобрило соответствующий законопроект, осталось утвердить в Думе. Но речь о всех этих нависающих над балконами и окнами конструкциях, антенны, в том числе спутниковые тарелки, а главное кондиционеры со шлангами и шнурами, все это будет запрещено, если речь о зданиях, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия. Но вы удивитесь, как их там много, в Петербурге только порядка 6 тысяч таких сооружений. Кто, когда и главное, за чей счет займется ликвидацией этого, разбирался Андрей Захаров. Великие русские и иностранные зодчи, строившие Петербург, наверное, и в самых страшных снах, не могли себе представить, что через сотню лет их творения, признанные памятниками архитектуры, украсят вот такими неоднозначными арт-объектами. Все потому, что красота, увы, от жары не спасет. Правда, теперь саму эту красоту приходится спасать от такого сомнительного декора. И таких примеров достаточно даже в самом центре северной столицы, в так называемом «золотом треугольнике». Просто вот такой вот аят, да, просто приведет к тому, что где-то в какой-то момент просто будет образовываться уже трещина такая сплошная, довольно серьезная. У специалистов претензии не только к эстетическому виду зданий. Нависающий декор в виде кондиционеров представляет серьезную угрозу. Каждый кондиционер – это как минимум четыре дырки в историческом фасаде. И вот мы видим здание, которое находится за моей спиной. Здесь два десятка кондиционеров. Конечно, это довольно существенный урон в целом. А это уже Москва. Так, к примеру, у Сретенских ворот облагородили один из самых эффектных доходных домов. И это чрезвычайно безобразит этот дом. Это вредит сохранности его исторических фасадов. И, кроме всего прочего, это незаконно. Войну с кондиционерами в обеих столицах ведут давно, но, как видите, безуспешно. Так что федеральный закон здесь ждут с нетерпением. Чего не скажешь о южных городах. В Ростове-на-Дону, например, уверенный тотальный запрет в прямом смысле перекроет людям воздух. Ну как, летом у нас жара была, когда 40 градусов доходит, а на солнце еще больше. Это глупо. Выход есть, говорят инженеры. Внешние блоки кондиционеров можно прятать во внутренние дворы, но придется доплатить. Средняя цена прямого монтажа это 10 тысяч рублей, да, плюс какие-то альпинистские работы, если это этаж. То здесь, получается, мы можем уйти за 20 и за 30. Каждый дополнительный метр трассы в среднем по городу стоит там 1500 рублей. Юристы, правда, успокаивают. Закон коснется только нового оборудования. Демонтировать установленные ранее, возможно, никто не заставит. Правда, есть нюансы. Доказать факт установки кондиционера и его дату будет достаточно проблематично, поскольку сами объекты у нас органами охраны не фотографируются каждый день. Полагаю, что часть недобросовестных собственников захочет размещать кондиционеры и делать вид, что этот кондиционер установлен до введения закона в силу. Впрочем, детали нового законопроекта станут известны только в сентябре, когда депутаты Госдумы вернутся с каникул. Андрей Захаров, Наталья Ленькова, Роман Чернов, Олег Филаткин и Татьяна Константинова. Известия специально для Пятого канала.